Алхамду лиллáхи рад π URL a l amin wa la aqibatu lil mantaqeen while sallatu was-salamu ala rasулina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma bat, assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu, дорогие братья и сестры. MashaAllah, Ramadan 2021. Меня зовут Абдульбасид. Мы вышли с площадки Академии Медины. И у нас сегодня дорогой гость, наш любимый Хазрат, ас-хат Хазрат. Ас-саляму алейкум и рахмату Аллаху и баракату. У алейкум ас-саляму и рахмату Аллаху и баракату. Машаллах. Аллах и баракату, уважаемые братья и сестры, Машаллах. Машаллах. Аль-Хамдул-Ллях, мы открываем, ну, вот мы с Хазратом, я знаю, как Хазрат сегодня, может, где-то он уже участвовал, но я открываю этот сезон. Если не считать наших деток, к которым мы уже обращались в Телеграм-канале, открываю этот сезон с этим благословенным, иншаллах, эфиром с нашим Асхат Хазратом. Ихудуль-Кирам, дорогие наши братья и сестры, мы вас сегодня слишком сильно задерживать, иншаллах, не будем. У нас 15 минут. Цикл называется «Асхат Хазрата с Кораном в Рамадан». Всем искренне желаем, наверное, и ведущие, и спикеры, и наши любимые ученики, и просто наши братья и сестры, всем искренне хотим, чтобы этот Рамадан прошел лучше, чем все месяца Рамадана, которые мы видели до этого. Асхат Хазрат, я вам передаю слово. Тафаддалю, бисмилля. Хотелось бы, во-первых, в первую очередь, вас и всех зрителей, слушателей, братьев, сетверх, всех мусульман поздравить с наступлением этого благословенного месяца, месяца Рамадана, месяца Кур'ана, месяца, месяца, который переполнен баракат, переполнен милостью, благодать и Всевышний Аллах, чтобы этот месяц у нас сначала прошел поклонение Всевышнего Аллаха, но мы должны учитывать то, что в прошлом году мы провели его дома, в этой возможности, аль-хамдуля, в этом году есть возможность в мечетях проводить, в аль-хамдуля, мечети открыты, должны этому оценить. И также должны понять то, что как он так же, как быстро пролетел прошлый Рамадан, этот Рамадан еще быстрее пролетит, и время от Рамадана до Рамадана быстро пролетает, аль-хамдуля, и мы должны воспользоваться, иншалла, максимально, и в пользу блага, иншаллах, каждые секунды, каждые минуты этого месяца. Так как наша эфира с Кур'аном в Рамадан, почему именно мы так вот с вами решили, хотели бы объяснить нашим зрителям, потому что месяц Рамадан, это не только месяц поста, а также это в первую очередь, это месяц Кур'ана, Аллах Субхану на Тавр в Кур'ан, шахер Рамадана, الذي унесли в Кур'ан, инна анзалнаху фи лейлата лкадр, инна анзалнаху фи лейлата мубарка, то есть Субханула Та'ля говорит, мы не спостали Кур'ан месяц Рамадан, мы не спостали благословенную ночь, ночь предопределения, и также Кур'ат и Кур'ан, мы знаем, потому что Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, был самый щедрый из людей, и более щедро он становился, когда встречался с Джибраилом, когда он к нему приходил обучать Кур'ан в месяц Рамадан. Поэтому, иншаллах, вот так вот не задерживая близких, как говорится, самое лучшее из слов, это пусть будет немного, но точечно, так скажем, будем брать по аяту, иншаллах, и вместе на кааммаль, мы именно будем размышлять над Кур'аном, потому что Аллах, субханула Та'ля, требует от нас что? Тадабруль Кур'ан, это размышлять над Кур'аном, не просто читать его красиво, когда в каждой мечети там красиво читается, на вас без Кур'ан, а именно размышлять над Кур'аном, и чем больше мы размышляем над Кур'аном, даже когда мы сами с вами его читаем, тем он красивее звучит, и как Кур'ан это самый лучший собеседник, как сказал имам Шатаби, «Хуа хайру жалисин, лаю мэллу хадису, уатардаду, яздаду фиги таджаммуля», он самый лучший собеседник, с кем, от которого ты не устаешь, с кем не остаешь, что беседовать, и чем больше ты его читаешь, чем он красивее звучит. Сегодняшняя ая, из сурата Аль-Бакара, аяту Сайям, именно повеление на то, что Аллах, субханула Та'ля, нам приказал поститься. Аллах, субханула Та'ля, этот ая, Аллах, субханула, субханула Та'ля, субханула Та'ля, субханула Та'ля, субханула Та'ля, в понедельник, во второй год по хиджри, до этого мусульмане постились, постились, не было обязательного поста, как весь месяц Рамадан был, там, дни Ашура, другие не постились, но именно как целый месяц, как Фаридов, как руку, как ислам, именно Аллах, субханула Та'ля, этот аят, во второй год по хиджри. В этом аяте, субханула Та'ля, обращается, ко всем верующим, о верующие люди. Аллах, субханула Та'ля, в Коране обращается, отдельно ко всем людям, обращается, к бану Исраил, я бану Исраилу, декру ниамата, иллати, наамту алейкум, обращается, к посланникам, пророкам, я Нух, я Нух, я Нух, я Ибрахим, к пророку, мухаммаду, саллаху алейкум, я юханнаби, лима духарриму, ма аханналлаху лак, я юханрасул, балаг ма узила, и так далее, субханула Та'ля, обращается, к пророкам, посланникам, пророку, мухаммаду, саллаху алейкум, ассалям, однако, в этом обращение к верующим, к мусульманам, когда, субханула Та'ля, это называется, неда ульшаров, а у неда улькарама, именно, обращение почета, чести, когда к нам обращается, субханула Та'ля, о верующем, и когда человек считает себя верующим, в этот момент, он что, в первую очередь, радуется, что он верующий, потому что мог быть, из тех, которые не верующие, мог бы быть, если бы Аллах не пожелал, мог бы не идти по пути веры, а именно Аллах, здесь в этот момент, есть тачаир, именно он чувствует, в своем сердце, радость и благодарность, Аллаху субханула Та'ля, то, что он меня поставил на этот путь, то, что он меня сделал, из честна верующих. Второе, когда обращается Аллах, здесь мы, что, это, обращение к нам, мы хотим, значит, Аллах что-то хочет от нас, Он обращается к нам, и хочет что-то нам сказать, какую-то информацию, или повеление, или побуждение, и здесь, субханула Та'ля, предписан на пост, то есть приказал Иван поститься, здесь Аллах, субханула Та'ля, когда сказал, значит, это фарт, это обязательно, и выполнение это обязательно, и оставление это грех. В хадисе сказано, «Бунил исламу аля хамс, исламу опирается на пяти столпах, шахада Аллах, на уланну Мухаммаду Расулуа, ваикаме с сала, ваитай с закат, третий столб, ваа, ваа, сауме Рамадан, ва хаджи лбейт, ма не са та айли, если билет, четвертый столб нашей религии, это пост в месяц Рамадан. Здесь, Субханула Та'ля говорит, «Кама кутиба алла ладинами ма каврикум», подобно тому, как был предписан тем, кто был до вас. То есть, «Умм сабика». То есть, отсюда мы понимаем, что все умм, которые были до нашей уммы, уммы Иса, уммы Муса, алейсалям, других пророков, других посланников, Муха алейсалям, то есть, «Сиям» — это «ибада», шарах Аллаху субханула Та'ля, ли умматы Набисан Аллаху алейзиам, кама шараха, ли уммами сабика». То есть, это то поклонение, которое Аллах предписал уммы, пророку Мухаммад, саллаху алейсалям, также предписал тем уммам, которые были до нас. То есть, тоже как бы, может быть, они по-другому чуть постелись, по-другому были времена и так далее. Но снова апостол был предписан. Апостолюха, что такое «Аль-Имсак», именно это «воздержание». То есть, воздержание, в данном случае, по шариату, шарахан, понимаем, воздержаться от воздержанного от еды, от витья, от супружеской близости, от уфаджира до Магрима. Это предписание. В каждом шариате, он по-своему, после у каждой религии был свой шариат, своя программа, но, однако, к саму Аль-Имсак воздержание было предписано, предображено каждой умми из уммя саби, которые были до пророка Мухаммада саллаху алейхмассалям. И в этом же аяте 넣고 для нас облегчение, уважаемые братья и сестры, когда говорит субхану анатху, подобно тому, как был предписан тем, кто до вас, отсюда человек смягчает наши сердца и облегчает нам пост, бывает человек, когда начинает поститься, боится, продержу я или нет первый раз, например, начинает, первый год у него, рамадан, который вот только начал поститься, получится или нет Аллах, здесь тебя брат, сестра, как бы облегчает и успокаивает, не бойся были те, которые до вас тоже, им тоже было предписано, не ты первая, не ваша умна первая, были те, кому я предписал и они это предписание, альхамдарю, выполнили и дальше Субхану Аталию говорит, для чего? Субхану Аталию, вот на это нужно обратить внимание, может быть вы станете набожными, может быть вы станете богобоязненными, именно что из этого аята мы должны понимать, как понять может быть вы станете набожными, Аллах не сказал может быть вы прочувствуете голод, нет Аллах Субхану Аталию не сказал, может быть вы прочувствуете жажду, нет, а что может быть вы станете набожными может быть, Аллах Субхану Аталию не сказал поистине, может быть может быть да, может быть нет, может кто-то прочувствует, может быть кто-то нет, может кто-то станет набожным, может кто-то не станет богоболезным. Здесь что имеется? Здесь ассом или птиля. Пост это некое такое испытание. То есть что, как бы Аллах сказал, вот время от фаджра до Магриба, в этот момент в Захарам тебе запрещено кушать, пить, приближаться к семейной близости. И здесь Аллах смотрит. Смотрит на нас. Пройдем мы это или нет испытания? Я вам запретил, а как вы себя поведете? Пройдете ли вы это испытание или нет? Это первое. Из этого хикма, именно как бы мудрость. Второе, что после этого, когда человек проходит это, Аллах в хадисе, кто не оставит скрытые слова, обман и действие этому, то нет нужды, если он оставит еду или пить ее. То есть имеется в виду уже второй уровень. То есть как бы ты постишься, как бы оставить нужно обман. Вообще обман запрещен, но в этом месяце во время поста, тем более нужно быть бдительным. То есть и все скрытые слова. Третье, ахамда, прошел. Федор, можно уточнить? Вы меня слышите, да, Машал? Да, да, слышал. Вот вы начали с аяты, получается, кутибе алейкум усиям, то есть о верующих, я югаля дина амену кутибе алейкум усиям. Правильно? То есть о те, которые вы веровали, вам предписан был пост. Да. И то есть вот такая сыха, то есть такая форма от Аллаха Субханаху Аталия к нам, как будто это не просто какое-то одно поклонение, а как будто это такой пласт. Как будто, вот я сейчас назову слово, это школа. И мы постимся, вот интересно, что, ну, сунна сунны, а вот фарт всем – это месяц. И вот так как это первый день, мы только входим в Рамадан, я вот хотел бы вас спросить с акцентом на то, что все-таки получается Рамадан – это не просто какое-то единичное поклонение, это целое погружение, это целая школа. Вот вы согласны со мной? Да, конечно, 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 целая школа, конечно, очень правильно. То есть говорят же, вот человек закончил там такую военную школу, да, то есть он за школу искусства, еще какую-то школу. Получается, Рамадан, вот мы сейчас входим в эту школу, да, Хазрат? Да, да, конечно, мы сейчас входим в школу, первый день, как раз сегодня первый урок у нас, еще первая лекция. Иншаллах. Я вас перебил, вы перешли к третьей файде. Да, да, очень правильно, говорит Симашар, джазак Млахайд. Третья файда, да, мы сейчас как раз именно, хотели разобрать именно вообще касательно поста, именно то, что Аллах предписал пост, и, иншаллах, уже потом дальше уже, как бы, вместе с вами зайдем в эту школу, школу Рамадана, где, Субхану Матеря, будет говорить, иншаллах, Шахар Рамадан, и третье, то, что, да, первое, что оставили еду питье, ахмдуля, приближение семейной, там, близости, ахмдуля, прошли, через это второе, то, что оставили, скажем, условия, оставили обманы и так далее. Третье, в другом хадихе, то, что, если кто-то тебя начнет ругать, то есть, бывает, обычно, какие-то там, на дороге едешь, там, сигналишь, там, это, как бы, не вступили, там, и так далее, там, вот в этот момент должен сдерживаться, или кто-то какие-то, какой-то спор начал, и перешло это все, тут нужно что? Кто-то, если ругает, обзывает, коль и не с вами, скажи, я постящийся. Вот здесь вот это и втеляй, здесь ты должен это пройти, и здесь люди делятся по своему иману, по своей вере, кто как, кто-то не прочувствует это, будет ругаться, и не будет возвеличивать этот пост, не будем возвеличивать этот месяц, и дальше, как бы, пойдет, и будет ругаться, спорить, даже если вы оскорбили, а верующий человек, что, именно с вами, даже если тебя поругали, тебя обозвали, я сегодня пощу, я не хочу из-за тебя портить то, что Аллах, Субханалу, мне обещал. А что обещал Аллах, Субханалу, какие великие блага за это завещал, как Аллах, Субханалу, говорит в Коран, неужто люди, после того, как сказали, мы уверовали, не будут испытаны, то есть, и Аллах, Субханалу, испытывают в этот момент, может быть, какие-то испытания будут приходить, через которые он хочет нас проверить, как мы пройдем это испытание. И в этот момент, также второе, что какая большая вот эта вот польза, этого хикма, этого поста, то, что мы во время поста поднимаем то, что мы сейчас не кушаем, мы не пьем, да, в этот момент, это закр халя, то есть, именно вспоминаем положение тех братьев и сестер, которые целый год, у них нет еды, нет питья, то есть, как сейчас, вот мы один месяц пройдет, есть наши братья, наши сестры, в каких-то, может быть, там странных, бедных странах, или даже здесь бывает, как бы, среди нас, мы, может быть, их не видим, мы должны искать именно эти дома, эти нуждающихся людей, которых у них и нет, вот, в протяжении всего года еды и питья, должны побуждать нас, благодарить Аллаху, за ту умилу, за которую он нас дал, и побуждать нас, подталкивать к тому, чтобы быть, оказать помощь этим нуждающимся, братьям и сестрам, потому что, для верующих, подобно, одно строение друг друга, они поддерживают, как кирпичик, кирпичик, друг друга держат, также верующие, подношение к верующим, и третье, то, что Аллах, Субхану Ваталя, хочет нам таким способом дать нас, наградить нас, то есть, как в хадисе сказано, то здесь, как сказал, то есть, каждое дело, которое человек совершает, это ради себя, кроме поста, это ради меня, и я его сам награжу, то есть, я его сам награжу, как бы Аллах, по своей щедрости, сам ему даст награду, которую он не ждал, которую глаз не видел, и ухо не слышал, человек не может, даже представить такого, в этот момент, человек понимает, то, что Аллах, ничего не нуждается, ни наших постах, ни наших, диарих не нуждается, как сказал Аллах, рабы, если первый человек, последний человек, люди, джинны, все будут боязнены тем самым мою власть. То, что у меня есть, не увеличат. И также, если наоборот, все они будут грешниками, они из моей власти, из моего богатства нисколечку не заберут. То есть не уменьшат, говорит Субханаллах, и вы никогда не сможете мне не навредить, и никогда не сможете мне ничего помочь. И отсюда мы понимаем то, что Аллах, Субханаллах, по своей щедрости и милости, говорит, постись, я тебя награжу. Постись, я тебя награжу, то, что ты, все, что ты захочешь, даже Аллах, Субханаллах, помимо того, что мы желаем, Аллах, Субханаллах, как в Коране говорит, за это 10 наград, в хадисах сказано, в этот 700 раз больше, а здесь я сам его награжу. То есть по своей щедрости. Самый Аллах, Субханаллах, просим, Субханаллах, чтобы принял наши шелопасты, чтобы, Аллах, Субханаллах, возможно, начало пропаститься полностью весь рамадан. Амин, Хазрат, Аллах, Барик, Фейку, Машаллах. Машаллах. Да. Да, Аллах, Субханаллах, мы встретимся с вами завтра. Это, наверное, будет уже новый аят, иншаллах. И, думаю, это крайне актуально. Пост, Куран, именно вот такие короткие эфиры, я думаю, они будут полезными для наших братьев и сестер. Мы с удовольствием от вас получаем и получим обратную связь. Вы можете писать ваши пожелания, вот, иншаллах, ваши вопросы, ваши насахаты, то есть советы, иншаллах. Вот, призываем вас регистрироваться на платформе Академии Медина. Кому удобно наблюдать за нами через Телеграм, ссылка на Телеграм также будет. У нас сейчас проходит конкурс для детей. Это курс-конкурс. Для сестер тоже ежедневные вебинары, прямые эфиры и кружки по Корану. Хазрат, мы вас благодарим. Пусть Аллах примет. Аллах и Бариквейкум. Пусть Аллах примет пост и то, что вы уделили для нас ваше время для того, чтобы мы погрузились немножко в эти аяты или в этот аят. Да воздаст вам Аллах благом всем, кто был в эфире. Чазакмулах хайран. Иншаллах встретимся завтра в это же время. Вассаламу алейкум. Варахматуллахи ва баракату. Ваше садат, ва баракат.